А когда вы для себя выбрали этот путь? И было ли у вас в самом начале этого пути представление о том, что вы станете звездой? Вы знаете, когда я начал заниматься театральной деятельностью в театре-студии в городе Переславль-Залевском, человек, которого зовут Вероника Алексеевна Иваненко, просто открыл мне глаза и показал другую жизнь, которая есть. И она гораздо ярче, чем жизнь подростка в провинциальном городе. Футбол, подъезды, пиво, гитара, я не знаю. И мне кажется, что моя молодость, она мне нравится. Ну вот мое юношеское состояние, нежели сейчас у школьников, которые зависают в айпадах и играют в фейсбук, мы выбивали стекла мячами и бегали от охранников в разных заведениях, типа детского сада, потому что пивят там пиво на... И я не призываю, чтобы это было, но когда из такой жизни тебя вырывают и показывают тебе театр, и показывают тебе там другую абсолютно жизнь, и тебе это становится очень интересно, и ты понимаешь, что вся твоя энергия, которая бурлит через край, ты можешь туда ее выплескивать, и это круто. И тогда я понял, что да, это моя абсолютно стихия. И мы были на фестивале театральном в городе Похвестнево, Самарской области, там были педагоги из ГИЦ по сценическому движению, актерскому мастерству. Они мне рассказали, мне очень, мне безумно понравились тренинги, я понял, что это то, чем я хочу заниматься. А если еще мне за это будут платить деньги в дальнейшем, то просто это мечта. А миф-то совсем другой, миф-то такой, что Саша хотел быть футболистом. Саша хотел быть футболистом. Потом сломал ногу или что-то там? Не ногу, там... Травма, да? Там была такая травма, которая в тот момент нужно было восстановление, и в тот момент не позволила поехать в Москву на отбор в некую футбольную ассоциацию, чтобы там учиться, доучиться параллельно в школе и заниматься футболом, играть в футбол. Да, конечно, я все свое детство мечтал стать футболистом. Мне снились сны, и я видел, что когда-нибудь я выйду на большой, огромный стадион, и он будет забит полностью людьми. Но иногда это чувство так как-то сходится, когда ты видишь огромный зал в конце спектакля, и ты понимаешь, что вот, наверное, это тот стадион из сна. Только тогда я думал, что это будет футбольный стадион, а здесь это театральная арена. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова